Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы на стенде компании Vizui и всех брендов продукции, которая представлена под различными марками, но производится на одном заводе. Вместе со мной сейчас Тельнов Антон, ведущий конструктор компании Vizui, который нам представит те разработки, которые мы с вами будем видеть в наших магазинах, магазинах Fornax весь этот год. У компании Vizui всегда очень много новинок, очень много разработок. И что на текущий момент вы готовы предложить нашим покупателям? На эту выставку мы привезли наши новые изделия, такие как печь Everest легкий пар профиль. Как видно, эта печь состоит из двух модулей. Первый модуль – это топочная часть, второй модуль – это какая-то закрытая каменка. Данный вариант выполнен в сетке. Верхняя часть поворачивается, каменка, на 360 градусов. То есть это удобно для человека, который устанавливает эту печь в баню и хочет выбрать для себя более удобное расположение дверки для закладки камней и выхода пара. Печь уже ближе к премиальному сегменту. Она рассчитана на большие парные, до 40 кубов, по-моему, подходит. Да, данная печь рассчитана до 40 кубов, может использоваться уже в коммерческих целях. Толщина чугуна здесь также уже увеличена до 20 мм. До 20 мм. Емкость закрытой каменки составляет 60 кг. Верхняя часть сетки устанавливается отдельно от нижней, чтобы поворачивалась вместе с каменкой. Слушай, у меня один вопрос по тому, как организована внутренняя каменка у этой печки. Там она целиком из чугуна. Никакой нержавейки, никакой стали. Она составная, правильно, она из наборных колец, которые выгнаны из чугуна толщиной не менее 10 мм. Именно для этой модификации с трухлой сеткой дверка изготовлена тоже радиусной. Здесь декор располагается и два отверстия для выхода пары. Когда пар выходит, создается звук, похожий на звук в юге, мятия, такой приятный. Антон, наверное, будет проще нам показать, зрителям рассказать о печи Эверест, глядя на вот эту, наверное, модель, да? Да, данная модель, она разработана под обкладку, то есть отсутствует какая-либо облицовка, сетки. Здесь хорошо просматривается место соединения, топки и каменки. Выполнена она по форме круга, что позволяет поворачивать верхнюю часть на 360 градусов. То есть, как башня танка она. Да, как башня танка поворачивается. Тут вот хорошо видно у нас закрытую каменку, в которую мы установили систему подачи воды. По форме она напоминает душ для того, чтобы максимально обнять камни, захватить максимальную площадь камней. Ага, то есть это наклонная пластина из нержавеющей стали, которая имеет перфорацию. Да, между собой мы ее называем тропический душ. Да, 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 очень похоже. Так, ну а скажи, вот прям честно, да, насколько хорошо работает верхняя корзина каменки? Здесь она больше декорация или все-таки дает возможность пар использовать? Прекрасно она работает. Конструкцию я разработал таким образом, чтобы максимально сделать ее с нижней части открытой, чтобы все тепло от чугуна, все, то есть мы видим, что она снизу максимально открыта, и все тепло от чугуна передается на камни. Ну, то есть еще и дымосборник здесь у нас, да, как бы... Да, дымосборник, еще съем дополнительной струбы идет, тепла, и это, по сути, дополнительная открытая каменка, которую также, как и в закрытую, укладывается 60 килограмм камней. Ну и здесь в комплекте идет у нас еще паровая пушка, да? Да, это парогенератор универсальный наш, то есть здесь уже, получается, два парогенератора, один идет закрытый камень, а один в открытый. О, а вот интересная модификация в Амелях. Она уже серийно выпускается? Она, да, уже подготовлена к серийному запуску. И вот первый образец, который мы произвели на высоте. Давай подойдем, посмотрим поближе. Слушай, так в этом варианте печи она как раз имеет возможность поворачиваться хоть на сколько, да? Да, на 360 градусов, то есть она не ограничена какими-то направляющими, а крутится в любое удобное положение. Еще здесь хорошо видно, что ламели, они составные. То есть нижняя часть оформляется своими ламелями, верхняя своими. И ламели поворачиваются вместе с закрытой верхней каменью. Ну да, естественно. Это, наверное, проще монтировать в этом случае. Да, ее проще собирать. Давайте сейчас от премиальных печей к самому массовому продукту, наверное, к астону. Давай перейдем? Да, да, пройдемте. Чугунный астон. Это новинка также этого года. Да, это новинка этого года. Он полностью весь чугунный, за исключением внутренней части, которая оформляет камень. Она выполнена из нержавеющей стали. Для того, чтобы камни, которые туда закладываются, быстрее прогревались. Но все мы знаем, что сталь прогревается быстрее чугуна. Поэтому камни действительно нагреваются до рабочей температуры очень быстро. Здесь на выставке сознательно поставили на чугунный астон еще и турбопар. Да, мы специально поставили турбопар Шторм, чтобы клиенты видели, что такой вариант возможен. По сути, здесь двойная каменка, увеличенный вес чугуна, увеличенный КПД печи. Ну, все мы знаем, что турбопар для этого и был разработан. Эта сетка поставляется отдельно для него? Либо же в комплекте можно приобрести к турбопару? К турбопару сетка эта поставляется отдельно. Почему? Потому что она выполнена в нескольких у нас вариациях. И для печки Астона она выполнена, для печи Этна и кованая сетка. Все они имеют свой дизайн. Сетка Стандарт еще также есть. Все они имеют свой индивидуальный дизайн. И клиент может выбрать для себя любую интересующую сетку. Скажи, а вот есть особенность именно самого Астона из чугуна в плане сборки? Чем-то он отличается от других чугунных печей, представленных на рынке? Корпус данной печи выполнен из двух полукорпусов. Собирается он по принципу шип-паз. Не требует каких-то дополнительных шнуров и уплотнений. Просто в паз заливается герметик термостойкий. И все на винтах, на болтах стягивается. Ну то есть она также собирается из чугунных половинок, но только половинки вертикальные, а не затанки как мы привыкли. Антон, мы как-то незаслуженно обошли стороной вот эту печь. Это казалось бы обычный Астон. Я, честно говоря, подумал, что просто его ради красоты одели в кожух из зеркальной нержавейки. Но, оказывается, у нас еще появилась линейка из жаростойкой нержавеющей стали. Да, это вот Астон 20. Это собрат вот этого Астона. Только этот выполнен из черной стали, а этот из нержавеющей. Тройки. То есть вот внутри трубы можно хорошо рассмотреть, что все выполнено из нержавейки. То есть это самый старший Астон 20, имеет также две воронки, которые подают воду в две каменки, расположенные одной на другой. Но сейчас все изготовлено, даже вот здесь вы видно по этому месту, все изготовлено из зеркальной нержавейки. Да, мы специально не стали эти места закрашивать, чтобы можно было посмотреть, что это нержавейки. И какая сталь применяется? 430 нержавейка толщиной 3 мм. Ну, то есть если сравнивать, допустим, по ресурсу предполагаемого этого Астона, который изготовлен из 4-мм 09G2S, и этот, который из нержавейки AC430, хоть и тройка, но ресурс у него, наверное, как минимум в два раза больше. Да, ресурс действительно увеличен, потому что это нержавеющая сталь. Ну, вот так вот Астон превращается из доступной печи в печь уже более такого высокого класса. Но тут я смотрю и дверцу у него особенная. Да, стоит отметить, что сюда установлена дверь с нижним поддувом, который выполнен из чугуна. Опять, своя дверца. Астон. То есть геометрические размеры у печей одинаковые. Единственное, что отличаются дверцами, материалом изготовления. А вот этот короб нижний, он также из нержавейки изготавливается? Лоток, в котором устанавливается чугунный колосник? Данный лоток выполнен из черной стали. Ну, это для первого образца, это первая печка, но так, скорее всего, будет изготавливаться из нержавейки. Ну, эта печь действительно еще находится в стадии разработки. И я не удивлюсь, если этот короб тоже станет нержавеющим. Расскажи, а что за устройство, которое находится за твоей спиной? А, это наше новое устройство. Это такой теплообменник, который носит название Geyser. Этот теплообменник устанавливается на любую печь для того, чтобы отапливать какие-то дополнительные помещения. Ну, например, этот теплообменник очень хорошо подойдет людям, которые приобрели себе дачу. Камин нижний этаж хоть как-то ну отопит, да, а если бы дача двухэтажная, то до второго этажа тепло может и не доходить. Эта проблема решаема. Устанавливается наш теплообменник Geyser, монтируется полноценная отопительная система. И второй этаж получается дает тепло. Ну, то есть он кроме конвекционного обогрева, потому что здесь все-таки есть отверстие для выхода теплого воздуха, имеет еще внутри контур для того, чтобы можно было подключить к какой-то простенькой системе отопления, да? Да, то есть там внутри полноценный водяной контур. Объем внутренней рубашки составляет 20 литров. И вот это устройство может отапливать до 100 квадратных метров. Это полноценный только мини-котел, который не несет в себе конструктива, где идет процесс сгорения. И его заменяет, получается, просто труба, которая проходит внутри. Просто там три трубы. А, три трубы, да, точно. Трубы, да, трубы те же самые, которые у нас используются в котлах. Вот эта вот бочка, она выполнена из стали, а переходники выполнены из чугуна. Между собой они стягиваются длинными шпильками. Ну и дальше уже одевается кожа, восстанавливается трубник. А что это за патрубок? Это для слива антипатрубок? Это сливной патрубок, да. А для монтажа отопительной системы, для монтажа отопительной системы используются вот эти патрубки. А что там, дюйм с четвертью? Дюйм с четвертью, да. Патрубок подачи и обратники. Ну а теперь, друзья, пришло время пробежаться быстренько по всей продукции компании Mizubi, которая представлена у них на стенде. Поехали. Конечно, на входе всех ждет уголок с самыми горячими новинками. Это Эверест Профи в облицовке Сталькохворита. Но пока производитель не определился с рисунком, который будет наноситься на заготовки. Но уже рядом стоит серийно выпускающийся Эверест Ковка. На этом разрезе можно увидеть, как выглядит печь Эверест Легкий Парла-4 в разрезе. Толстенная, закрытая, внутренняя каменка с системой подачи воды. Толстенные стенки из чугуна, канал подачи вторичного воздуха и крышечка для укладки камней. Различные варианты облицовок. Вот так выглядит печь для бани Эверест 24, легкий пар в облицовке. Ну а здесь Легенда 22, 205-й версии. Также в облицовке из Сталькохворита. Классические чугунные печи Везувия. Легенда русский пар в Пироксините. И конечно же, суперинтереснейшая печь Везувий. Легенда русский пар Ковка 18. На этом разрезе мы можем увидеть, как подается вода для парообразования. Есть зеленая воронка. Соединяется она с лоточком. Из нержавеющей стали, в котором есть отверстие. И равномерно через это отверстие вода попадает, как из тропического душа, на камни, уложенные в нижней части каменки. Легенда ретро. Печь создана по мотивам самых первых печей Везувий. В центре стенда есть новинка. Но новинка касается только видоизменения старых моделей Везувий. Сейчас они выглядят конвекционной печей вот так. Классическая лава стала выглядеть вот так. Но и это еще не все. Печи стали интереснее выглядеть внутри. Теперь у дна топки покатая дно. И в тыльной части есть канал для подачи воздуха для дожига. И очень интересная перспективная новинка. Эверест Мастер Стим. Об этой печи никому еще ничего не известно. Поэтому ждем с нетерпением первой информации. И сразу же, как только она у нас появится, зрители канала Форнаксфилм мы познакомим с ней. Ну а в целом, в принципе, можно оценить эту печь. Она имеет, топка ее округлывает, топка ее имеет округлую форму. Классический выносной топливный канал. Дверца со стеклом. Управление горением также будет происходить на дверце. Естественно, нас ждет огромная внутренняя каменка. С возможностью подачи в нее воды дистанционно. Ну и явно она будет рассчитана на большие объемы парилок. И отдельного интереса заслуживает уголок. Готовим на Везувии казаны. Фантастик гриль. Куда же без него? Действующий фантастик гриль метровый, на котором сегодня в течение дня готовили очень вкусные, прямо здесь, в выставочном центре, готовили очень вкусные блюда. Костровые чаши на подставках. Мангалы. И даже есть смокер. О смокере пока тоже ничего не знаем. Будем ждать информации от компании Везувий. И нереально огромные костровые чаши. И чтобы, друзья, не пропустить появление новинок на сибирском рынке, обязательно подписывайтесь на наши социальные сети. Заходите почаще на сайт fornax.ru. Там мы публикуем самую актуальную информацию. Ну и, конечно, ждем с нетерпением в гости розничные магазины Fornax. Городиного Сибирска. Адреса на сайте. Ждем вас. Счастливо. Пока.